В городском депо муниципального предприятия трамвайно-троллейбусное управление на улице Мичурина кипит работа. Специалисты компании-подрядчика устанавливают в вагонах трамваев камеры видеонаблюдения. В первую очередь это делается для безопасности пассажиров. Не секрет у нас там. Разного рода бывают и происшествия, и инциденты связанные с тем, как себя ведут пассажиры трамваев, что они иногда делают. И когда есть камеры, это первоисточник, к которому можно обратиться, посмотреть, как то или иное событие начиналось, как оно развивалось. Первые камеры видеонаблюдения в самарских трамваях установили перед чемпионатом мира по футболу. Тогда оснастили приборами видеофиксации 177 вагонов. В 2023 году подрядчик оборудует 20. В каждом вагоне будет размещено по 6 камер. По требованию законодательства в кабине водителя устанавливаются видеорегистраторы. 25 часов непрерывной съемки с функцией повтора. Приборы помогают разрешить спорные ситуации. На проспекте Ленина был у нас случай, когда машина там подрезала, и трамвай в нее въехал. И камера дает доподлинно, что, допустим, водитель автомобиля трамвай подрезал, резко сделал перестроение из одной полосы в другую, и трамвай не успел вовремя остановиться. Конечно, такие случаи есть. Поэтому мы эту работу продолжаем и будем продолжать. Камеры призваны не только помогать заботиться о безопасности пассажиров, но и дисциплинировать их. Все, что происходит в вагонах, видно на мониторе в кабине водителя. Видео и звукозапись сохраняются на жестком диске. В случае необходимости они передаются правоохранительным органам. Оборудование совершенствуется, и поставлена задача о том, чтобы не просто проводить видеонаблюдение и хранить запись, архив в течение 30 суток, но еще и передавать по запросу специальных служб, значит, видеоинформацию в режиме онлайн. Системы видеонаблюдения, которые в настоящее время монтируются, отечественного производства, сертифицированные. По контракту подрядчик должен установить камеры в 20 вагонах до 24 июня. После завершения работ в общей сложности современным оборудованием будет оснащено 232 вагона МПТТУ. Устанавливать видеокамеры продолжат до тех пор, пока ими не будет оснащен весь подвижной состав. Повышенное внимание уделяется подвижному составу, который следует по улицам с напряженным дорожным трафиком, например, по Новосадовой. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.